Здравствуйте, мои любознательные телезрители! В эфире очередной выпуск занимательной и познавательной передачи Культ Просвет. Как обычно, я, Екатерина Стросветская, постараюсь наполнить ваше сознание очередной порцией новой и полезной пищи для ума. Так что не переключайтесь, выделите буквально 15 минут из своего графика для культурного обогащения. Кстати, недавно, а именно 25 марта, в девятый раз в нашей стране отмечался Всероссийский день работника культуры. Поэтому я торжественно поздравляю всех вас, кто сейчас смотрит мою передачу. И давайте же посмотрим в традиционной рубрике «Пятидневка за пять минут», как в нашем районе отмечали этот молодой праздник. Основной состав лучших работников культуры нашего района с профессиональным праздником поздравили в театральном центре «Жаворонки». Но в Одинцово для людей, посвятивших свою жизнь культуре, тоже приготовили праздничную программу. В культурно-спортивном центре «Мечта» честовали и награждали почетными грамотами лучших специалистов из сферы творческой интеллигенции. Для зрителей приготовили особенный сюрприз – спектакль антерприза под названием «Императрица». В роли гордой и величественной Екатерины II – выдающаяся актриса театра и кино Людмила Черсина. Всероссийский день работника культуры – сравнительно молодой праздник. В этом году его отмечают в девятый раз. За это небольшое время он сумел объединить духовную элиту нашей страны – библиотекари, музееведов, работников клубных учреждений, деятелей кино и театрального искусства. В Одинцовской восьмой школе состоялась творческая встреча школьников начальных классов с известным переводчиком англоязычной прозы на русский язык Михаилом Заготом. За свою литературную деятельность он перевел около 50 книг зарубежных писателей и ярко проявил свой талант в музыкальном искусстве. У них был короткий, но яркий роман, каких-то полвека назад. Немчонка-мальчишка сводила с ума, кокетливых щурек ладан. В Лесногородской школе искусств состоялся областной конкурс сольного и ансамблевого музицирования на духовых инструментах. Около 100 участников со всей Московской области в возрасте от 9 до 15 лет демонстрировали свое техническое мастерство членам жюри и зрителям. Флейта, кларнет, труба или сексофон. Юные артисты великолепно сливались воедино в дуэте с музыкальными инструментами. В Одинцовском историко-краеведческом музее уже во второй раз открылась персональная фотовыставка Марины Соболевой. Члена Творческого союза художников России, лауреата международных конкурсов, педагога Одинцовской фотошколы. За цикл фотографий «Вне логики» она получила стипендию Министерства культуры Российской Федерации. Представленные на выставке картины – это результат внутренних отношений художницы к окружающей нас природе. А теперь в рубрике «Не болтай» я предлагаю вам в очередной раз затронуть тему канонов культуры речи. Сейчас я засчитаю для вас шуточное стихотворение, в котором каждое слово рифмуется неспроста и имеет нужное ударение. В такой юмористической форме, на мой взгляд, легче запомнить правильное произношение часто употребляемых слов. Слушайте, читайте, а главное – запоминайте. Феномен звонит по средам, приняв договор по годам. Он отдал экспертам эскорта ходатайство аэропорта. Как у нашей Марфы есть в полоску шарфы. Долго ели торты, не налезли шорты. Звонит звонарь, звонят в звонок, чтоб ты запомнить верно смог. Ты нам шторы не вози, мы повесим жалюзи. Баба Фекла копала свеклу, а Коко Шанель любила щавель. Но это еще не все. После того, как мы с вами повторили правила ударений, я хочу напомнить вам несколько слов для повседневного обихода. Возможно, вы слышали о них раньше, но, не зная их значения, не употребляли в своем лексиконе. Пора сейчас же исправить эту ситуацию. Итак, первое слово. Конформизм. От латинского слова подобный, сообразный. Оно означает податливость человека реальному или воображаемому давлению группы. И проявляется в изменении поведения, установок и позиций личности в соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией большинства. Проще говоря, это пассивное принятие существующего порядка, режима и господствующего мнения в обществе. А если подобрать слово «конформизм» синоним, им станет приспособленчество. Атовизм. Атовус, что в переводе с латинского означает «предок». Если заглянуть в биологический энциклопедический словарь, то можно найти следующее определение этого слова. Наличие у живых организмов признаков, свойственных их далеким предкам, что является одним из доказательств их исторического развития. Например, хвост и клыки у животных или несоразмерный рост человека. Чаще всего это связано с аномалиями в строении организма. Но если употреблять слово «атавизм» в повседневном обиходе, то можно в таких случаях, когда ваш собеседник в разговоре вспомнил что-то совсем старое, уже давно забытое, что является пережитком прошлого. Эклектика. Внешнее соединение разнородных, внутренне несвязанных и, возможно, несовместимых взглядов, идей, концепций, стилей, точек зрения и мнений. Эклектика в качестве метода используется на ранней стадии любого исследования при сборе нужной и разнородной информации. Используйте это слово, когда хотите в своем творчестве соединить или изобразить что-то, казалось бы, несоединимое и разноплановое. Пусть это будет ваше мнение, ваше видение и точка зрения, которые имеют право быть вне зависимости от любых обстоятельств. А теперь я хочу отправиться с вами в Лесногородскую музыкальную школу искусств, которая в год своего создания, а именно в 1980 году, не имела аналогов в Московской области. Высококлассные преподаватели этого учебного учреждения являются авторами многих методических разработок, печатных статей, сочиняют вместе мюзиклы, хоровые произведения, детские оперы и пьесы для начального обучения детей. Большое внимание в школе уделяется коллективному музицированию воспитанников. Многие годы в учебном учреждении работает оркестр духовых и народных инструментов, хоровой класс и камерные ансамбли. Но обо всем поподробнее расскажет директор этого замечательного храма детского творчества Елена Шаповалова в рубрике «Даешь интервью». В этом году Лесногородская школа искусств отмечает 36 лет. За эти долгие продуктивные года в этом учебном учреждении сложилось много устойчивых и фундаментальных традиций. Здесь работает высококлассный преподавательский состав, который день ото дня дарит всю свою душевную доброту, а главное прививает детям любовь к прекрасному и возвышенному миру искусства. Елена Валерьевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что нового произошло в Лесногородской школе искусств с начала этого учебного года? В этом году, в новом учебном году, в 2015-2016, мы впервые внедрили в наш учебный процесс новые программы, которые ориентированы на предпрофессиональное образование. Набрали учеников по четырем номинациям. Это духовые ударные инструменты, фортепиано, народные инструменты и струнно-смычковые инструменты. В нашем процессе учебном многое поменялось, потому что это дети, которых мы обучаем уже не в течение, как раньше было, 5-7 лет, а в течение 8-9 лет. Вот по четырем направлениям. И на общеразвивающие программы набрали детей, которые будут обучаться со сроком 4 года обучения. Ну, для того, чтобы нам внедрить эти предпрофессиональные программы, мы, естественно, должны были, ну, по силе, милой возможности обновить нашу материально-техническую базу. И мы в этом году закупили, ну, частично новые инструментарии, вот для класса ударных инструментов, для класса духовых инструментов, чтобы дети могли заниматься, ну, на новом инструментарии. Значит, для класса фортепиано мы тоже закупили, в общем-то, три новых фортепиано. Вот, благодаря, конечно, нашим платным услугам и благодаря, выделены были бюджетные средства, в общем-то, администрации Одинцовского муниципального района. В Лесногородской детской школе искусств в настоящее время ведется обучение по классам. Фортепиано, домра, балалайка, баян, аккордеон, скрипка, альт, виолончель, синтезатор, гитара, по всей группе деревянных, меднодуховых и ударных инструментов, академический вокал и фольклор. В школе искусств три этажа. И за двери каждой аудитории наперебой доносятся разнообразные музыкальные звуки, а где-то даже и песни. На болоте, на снегу, укусил там от лагу, сидит заяц наперёд, помирается в снегу. Здорово, здорово, у воротки, здорово, а у наших у ворот всё это наоборот. На трубе свет в вороток и голосом орёт, на вороты, ведь телега никто замуж не берёт. Здорово, здорово, у воротки, здорово, а у наших у ворот всё это наоборот. По шпакурица в аптеку и сказала кукареку, дайте поршнюю духу, для крылатых петухов. Чертивилами поели из баранины ухо, не в баранина, в ребятах, да с даконщиков. Здорово, здорово, а у воротки, у воротки, у воротки, а у воротки, у воротки, всё это наоборот. Скажите, пожалуйста, а существуют ли на базе этой школы искусств какие-то знаковые события, на которые съезжаются коллективы со всей Московской области? С 2008 года на нашей базе проходят два областных конкурса. Это конкурс сольного ансамблевого музыцирования на духовых инструментах и конкурс фортепианной музыки, номинации соло и фортепианный ансамбль, фортепианный концерт. Но из года в год количество муниципальных образований Московской области увеличивается. И вот в этом году мы провели, вот только-только он у нас прошёл, 23 марта, и уже начинали мы с 17 муниципальных образований. В этом году у нас уже 27 муниципальных образований приняли участие, 85 учащихся. Значит, у нас всегда на этих конкурсах профессиональные жюри. Это профессорско-преподавательский состав РАМ имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени Чайковского. И вот жюри отмечало как раз, что профессионализм детей и их достижения из года в год всё время растут. Ну, в общем, что, безусловно, нас не может не радовать. Поэтому, конечно, мы всеми силами, возможностями, и при, опять же, этот конкурс проходит на бесплатной основе, то есть не платят взносы вступительные дети. Также при поддержке проходят администрации. Они финансируют, администрации нашего, Одинцовского муниципального района, они финансируют этот конкурс, за что тоже благодарны им не только мы, но и все, в общем-то, приезжающие с Московской области. Ну и расскажите, пожалуйста, о результатах, достижениях за эти годы. Руководителем этой школы я стала в 2007 году. Ну, конечно, я стараюсь поддерживать традиции школы, которые были заложены до меня, и они очень хорошие, эти традиции. Непосредственно при работе коллектива, скажем так, опытного уже, мы всё равно стараемся привлекать молодые кадры. У нас много работают молодёжи, у нас работают наши уже бывшие выпускники, которые у нас учились, закончили уже высшее учебное заведение. Они вот пришли к нам, теперь стали лауреатами международных конкурсов и работают на нашей базе. Ну, что за это? Во-первых, у нас есть очень хороший коллектив, это Духовой оркестр, который славится и выступает не только на мероприятиях, вот района, посёлка, но и в Московской области ездит на областные конкурсы, вот в частности в город Илька-Расталь, всегда занимает призовые места из года в год. Значит, потом у нас, что, вот даже в этом году, вот ещё год не закончился, но мы уже подошли к определённому успеху и, в общем-то, с неплохими показателями. Потому что вот сейчас закончился конкурс «Одарённые дети Подмосковья», и у нас 236 учащихся, которые обучаются на музыкальном отделении, из них 102 учащихся приняли участие в конкурсе, 37 стали лауреатами различных премий. Это только то, что касается конкурса «Одарённые дети Подмосковья». А вот Московский областной тоже конкурс прошёл на нашей базе, у нас 7 лауреатов различных премий, ну и конкурсы, естественно, международные, у нас и там есть лауреаты, и первых, и вторых премий, и дипломанты конкурса есть тоже первых, вторых премий. Ну, то есть мы стараемся развиваться, развивать новые направления. За это время вот у нас открылся класс, ну, вот за те года, которые, да, вот я руковожу, у нас открылся класс синтезатора. Это новое направление относительно. Также покупаем, расширяем нашу материально-техническую базу, покупаем новые уже современные синтезаторы, чтобы детям и педагогу было и комфортно, и приятно работать, и чтобы, естественно, был результат. А сейчас пришло время прощаться. В конце выпуска программы «Культ Просвет» как всегда хочу пожелать вам всего самого доброго и светлого. Сегодня, когда в мире идет постоянная борьба между ценой и ценностью, не забывайте о том, что культура – это мира человечности в человеке. Люди живут на нашей планете абсолютно разных национальностей и вероисповеданий, политических взглядов и убеждений. Но все же есть один фактор, который объединяет нас всех, вне зависимости от любых обстоятельств. Это нравственность. Именно она и служит проводником и фонарем в темном тоннеле зла и несправедливости. Помните об этом. С вами была Екатерина Стросветская. Всего вам доброго и следите за нашим эфиром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин